Сегодня 9 мая. Очень важный праздник для нашей страны, который отмечается каждый год с особым размахом. Для некоторых этот день важнее, чем новый год, ведь именно с этой датой связано по-настоящему святое событие – победа в Великой Отечественной войне. Не так часто можно услышать от современных музыкантов какие-либо композиции, посвященные этому событию. Думаю, во многом это связано с тяжестью темы, которую проще избегать и делать что-то отвлеченное. Эту позицию можно понять, и за это нельзя никого осуждать, однако есть в рэп-игре музыканты, которые решились посвятить свое творчество теме войны, и сегодня мы расскажем вам про одного из них. В этом ролике речь пойдет про исполнителя Актру и про его трек и клипу Став. С вами канал Убивая Би Пи Эм. Мы начинаем, поехали! Сначала поговорим про клипу Став, который скорее напоминает собой лирик видео, однако и про этот видео ряд нам есть что рассказать. Сдающихся в плен врагу считать злостными дезертирами. В нарезке на протяжении всего клипа вы видите кадры из недавно вышедшего фильма. Его название Девятаев. Это российская биографическая драма режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. На главную роль вместо изначально планировавшегося Данила Козловского был утвержден Павел Прилучный. В кинокартине также задействованы Павел Чинарев, Дарья Златопольская и Тури Риффенштейн. Фильм вышел в прокат на широкий экран 29 апреля 2021 года. За первые 10 дней фильм собрал в мировом прокате больше 1 миллиона долларов. Фильм рассказывает о советском летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, совершившем побег из немецкого концлагеря на острове Узидом. Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Бои с немецкими истребителями советский летчик был сбит над вражеской территорией и попадает в плен. Теперь ему предстоит сделать выбор, умереть в концлагере или снова подняться в небо. Но на стороне немцев летчик выбирает третий вариант – побег. Про этот героический поступок мы расскажем чуть дальше, а пока что давайте обратимся к тексту трека. В припеве автор говорит о том, что у него уже нет сил говорить правду, ведь он устал нести ее на устах, а значит открывать всем вокруг. Во второй строчке рассказывается и военная тематика этого трека. Отсылка к медалям и уставам – это может быть и легкой иронии, а также отсылкой на жизнь самого Девятаева, которому посвящен фильм и клип. Дело в том, что через 12 лет после событий фильма, 15 августа 1957 года, по инициативе Королева, Девятаеву было присвоено звание Героя Советского Союза. По некоторым сведениям, награда была вручена за вклад в советское ракетостроение, а не за побег из плен порога. А другие участники побега были награждены орденами, в том числе погибшие награждены посмертно. Вскоре после награждения Девятаеву были поручены испытания ракеты, одного из первых советских судов на подводных крыльях. Он долгие годы работал капитаном личных судов и стал первым капитаном теплохода «Метеор». Практически до конца жизни активно участвовал в общественной жизни, делился воспоминаниями, неоднократно посещал остров Узидом и встречался с другими участниками событий, издал две автобиографические книги о событиях «Побег из ада» и «Полет к солнцу». Как вы видите, награду летчик получил только через 12 лет, а до этого он жил в относительной неизвестности. На самом деле, актрус здесь говорит о том, что герой не всегда тот, у кого много медалей на мундире. Настоящие герои могут и не иметь никаких наград, а об этом их подвиге может быть и ничего неизвестно. Он знает это не понаслышке, ведь когда-то он сам работал в органах государственной безопасности. Также в тексте мы слышим упоминания звезд и мечты, которые трудно достать. Такая тема выбрана не случайно, ведь в фильме и клипе прослеживается тема неба и звезд. Оно и неудивительно, ведь Девятаев все же был именно летчиком. Образ неба отмечали и критики, которые писали про фильм Девятаев. Вот, например, одна из цитат. «Образная система предельно прямолинейна. Девятаев не может жить без неба, поэтому во всех интерьерах окна будут под самый потолок». Но пойдем далее. В этом отрывке из первого куплета можно понять, что автору не хватает побед. И, видимо, он идет к ним, создавая музыку и работая над своим образом. Он сравнивает себя с лирическим поэтом, вдохновением для которого служат именно победы. А словами «политический концерт» и «поэтический обед». Автор, кажется, бросает обвинения в сторону тех исполнителей, которые выступают по политическим мотивам. Здесь можно вспомнить различные выступления русских рэперов в Кремле или на митингах оппозиции, что, видимо, не принимает актеру. Но образ поэта и победы довольно сильно связаны, ведь поэту как деятелю культуры необходимо увековечить подвиг победы. Подобное произошло и с Девятаевым. Его маленько по сравнению со всей Воной, но все же очень весомой победой, правда, далеко не сразу. Побег Девятаева и его группы из немецкого плена получил отражение в нескольких книгах и кинофильмах, а также в многочисленных публикациях в периодической печати. Две автобиографические книги по мотивам событий «Побег из ада» и «Полет к солнцу» были написаны Девятаевым, одна «Родина зовет» кривоноговым. Интересно, что в современной истории уже были попытки снять фильм про этот героический подвиг, но с первого раза не вышло. Планируемый блокбастер, а «Подвиги летчика», совместный проект российской компании «Мейджорфильм» и «Германская Баварияфильм», «Побег в небо» Девятаев так и не был запущен с производства. Старт постоянно переносился, но, к сожалению, так и не состоялся. Ни в 2002, ни в 2007, ни в 12 и не в 15 годах. Снимать его должны были режиссеры Николай Лебедев или Василий Пичу. Производство фильма не было осуществлено, так как осталось без российского финансирования. Немецкая сторона в итоге тоже отказалась от участия, и художественный фильм остался только проектом, представленным единственным рекламным трейлером, фальшивой киноафишей и ссылками на него в старых медиа-новостях. В 2017 году проект был закрыт. В этом отрывке исполнитель говорит о том, что бежит быстро через лабиринт прямо к своей цели. К тому, чтобы его услышали тысячи, а может быть и даже сотни тысяч, кому он будет доносить правду своими устами. На пути, конечно, будут встречаться те, кто гавкает, но и это не станет препятствием для идущего к своей цели. Так, актор в своем отрывке говорит, что в современном мире для того, чтобы подняться, нужно запятнать свою честь, но он пойдет другим путем. Образ человека, который с боем прорывается к своей цели, также рифмуется с историей побега Девятаева. Ранним утром 8 февраля 45-го года Михаил Девятаев, увидев в окно звезды на небе и отметив улучшение погоды после нескольких дней ненасти, посчитал, что этот день будет удачным для давнего запланированного побега. Он сообщил о своем решении ближайшему соратнику Ивану Кривоногову и попросил его раздобыть несколько сигарет. Кривоногов обменял у другого узника теплый пулловер на сигареты и отдал их Девятаеву. Затем Девятаев, обойдя в араке, сообщил о своем решении Владимиру Соколову, Владимиру Немченко, Петру Кутергену и Михаилу Емицу. Молодой парень Тимофей Сердюков, догадавшийся решение Девятаева, тоже попросился в группу. Во время формирования рабочих пятерок Немченко и Соколов позаботились о том, чтобы члены сложившегося коллектива были выведены на работу возле аэродрома двумя рабочими пятерками, оттеснив из формирующихся групп посторонних. Выполняя хозяйственные работы, они со стороны наблюдали за перемещениями на аэродроме. Девятаев заметил Юнгерс, возле которого не было летчиков, и решил захватить его, однако приблизившись к нему со своей группой, обнаружил, что неукомплектованный самолет не готов к полету. Солдат-конвоер заметил, что группа самовольно приблизилась к самолетам, однако Соколов объяснил конвоеру, что накануне получил указание от немецкого мастера, руководившего работами отремонтировать укрытия для самолетов. Когда рабочие ремонтники на аэродроме стали зачехлять моторы самолетов, готовясь к обеденному перерыву, Девятаев дал указание развести костер, у которого конвоер и арестанты могли бы погреться и подогреть объект, который им должны были принести. После этого группа перешла к активным действиям. Соколов осмотрелся и убедился, что поблизости нет посторонних, а Кривоногов по сигналу Девятаева убил конвоера, ударив его заранее заготовленной железной заточкой в голову. Кривоногов забрал винтовку убитого конвоера, а Девятаев объявил тем, кто еще не был осведомлен, что сейчас полетим на родину. Часы, взятые у убитого вахмана, показывали 12 часов 15 минут по местному времени. В этом отрывке исполнитель сетует на то, что он много ошибался, однако из-за этого он не опускался до уровня своих оппонентов, а продолжал дальше работать над собой, несмотря ни на что. Из-за вечной работы над собой его кожа стала как панцирь, то есть непробиваемой, и это помогло ему стать лучше себя вчерашнего. Словами «ты Оуджем, но продался» автор намекает на то, что сейчас в рэп-игре модно называть себя Оуджем, то есть оригинал гэнгстер, но далеко не все соответствуют названию «гэнгстер» и продают себя за деньги. Подытоживает автор тем, что продажность может привести к смерти от пуха. Это уже второй куплет трека, где автор продолжает повествование про свою жизнь и судьбу как творческого человека. Эта судьба яркая, и в ней очень много красок, которые помогают так дружить и дальше идти вперед, а также лететь как ястреб и быть условно непотопляемым. На самом деле тут снова есть параллель с подвигом советского летчика, но уже с той частью, где самолет Девятаева взлетел. Угнанный самолет не сразу смог взлететь из-за проблем с шасси, однако со второй попытки поднялся воздух, несмотря на то, что земли по нему уже начали стрелять немецкие охранники. После взлета самолет стал резко набирать высоту и терять скорость, а после попытки выровнять высоту штурвалом стал резко снижаться. Однако Девятаеву удалось найти на незнакомом самолете штурвал триммера высоты и стабилизировать высоту полета. Тем временем штаб ПВО было повещён об угоне. На аэродроме была объявлена тревога, а зенитчики и лёчки-истребители получили приказ сбить захваченный самолет. На перехват был поднят истребитель, пилотируемый обладателем двух железных крестов и немецкого креста в золоте, оберлейтенантом Гюнтером Хобомом. Однако без знания курса Хенкеля обнаружить его можно было только случайно. Позднее самолет Девятаева был обнаружен воздушным асом полковником Вальтером Далем, возвращающимся с задания. Но приказ немецкого коммунирования сбить одинокий Хенкель он выполнить не смог из-за отсутствия боеприпасов. Девятаев направил самолет в облака и оторвался от преследования. Экипаж по солнцу определил направление полета. Самолет шел на север в сторону скандинавского полуострова, определив, что в топливных баках Хенкеля имеется значительный запас горючего. Беглецы решили не садиться в Скандинавии, а повернуть на восток и лететь над морем курсом на Ленинград. Однако после некоторого размышления они предпочли не подвергать своей жизни опасности. Хенкель приблизился к береговой линии в районе боевых действий, примерно в 300-400 километрах от места старта, по самолету открыла огонь советская зенитная артиллерия, и он загорелся. Девятаеву удалось сбить пламя, бросив самолет вниз со скольжением и выровняв его над лесом. После жесткой посадки раненые беглецы выбрались из самолета, и не будучи полностью уверенными, что приземлились в расположении советских войск, попытались спрятаться в ближайшем лесу, однако бессилели и были вынуждены вернуться к самолету. Вскоре они были подобраны советскими солдатами, которые сначала приняли их за немцев, и транспортированы в расположение части, откуда через несколько дней были перенаправлены в военный госпиталь. Этих героев тоже можно было назвать условно непотопляемыми. Этот отрывок закрывает второй купле треки, и в нем автор намекает на свое исключительное место по сравнению с хейтером. В то время как ненавистники находятся в кругу предателей, автор вводит дружбу с законодателями, то есть очень важными людьми. Также автор как бы обещает себе, что в будущем он будет диктовать условия издателям своей музыки, ведь он им будет нужен больше, чем они ему. Вот такой вот получился трек, который отлично подходит как фильму Девятаев, так и к сегодняшнему празднику. Этот трек под названием «Устав» уже завирусился во Вконтакте и стал участником флешмоба, где аудитория просит сделать песню саундтреком к фильму. Ведь далеко не всем нравится официальный саундтрек от Тиля Линдемана, который специально по-русски спел песню «Любимый город». ТОВАРЫШ УЛЕТАЕТ Нужно рассказать немного и про самого исполнителя. Актру родился и вырос в Новосибирске. Долгое время работал в органах государственной безопасности, пока не понял, что это не его, и он решил заняться музыкой. Он очень много работает над своим текстом, использует понтарифмы и сторитейлинг, что выгодно отличает его от многих представителей рэп-игры. Также Актру поднимает такие темы в своих произведениях, которые для современного общества очень актуальны. Каждый человек переживает такой этап, когда у него забирают что-то ценное. И это не деньги, а свобода. Как жить без свободы в наше время? Актру, соединив в своих произведениях вышеперечисленные достоинства, подает большие надежды в музыке и отвечает на этот вопрос. Также Актру запускает крупный розыгрыш iPhone 12. Второе место это 50 тысяч рублей, третье 30 тысяч рублей. Условие это подписаться на все его социальные сети, комментарии к каждому посту, лайк на каждый пост и клип в ТикТоке на оригинальный звук Актру. Подведение итогов 1 июня. Ну а вы были на канале Убивай Бипием. Меня зовут Дмитрий Толченов, не забывайте про лайк, подписку и колокольчик, и подписку на мой личный канал по ссылке в описании. Всем пока!